привет 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 так надеюсь меня слышно хорошо свет ты как слышно все классно она молчит ну тогда начну я итак мы начинаем в общем мы начинаем наше интервью прошу прощения лана расскажи пожалуйста вкратце вообще чем-то занимаешься как уже кости успел сказать слышно да 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 все в порядке все в порядке супер как уже сказал кости я руковожу техническими писателями в компании озон у нас команда из пяти человек в том числе занимаемся управлением знаниями еще я активный участник сообщества различных чатах организовывая мероприятия и ну также еще виду канал про управление знаниями войти потому что ну кто-то же должен этим заниматься наверное и обобщать какие-то в общем практике ну и пока это и частично ответственно за весь контент который вы здесь увидеть спасибо спасибо большое вопрос такой мне просто интересно было поговорить с тобой про анбординг у меня компания небольшая да мы занимаемся аутсорс разработкой и соответственно вопрос такой когда нам стоит начинать выстраивать структурированный процесс анбординга новичков как понять когда этим стоит начать заниматься антон да 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 у нас вероятно произошла к тебе не как здесь кантон приходи давай поговорим я слушать тебя хорошо да 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 я тоже может порадал я брал улана интервью на прошлом к 0 шконт на самом деле я попробую тебе пока лану возвращают актуальностью один год поотвечать на твои вопросы повтори пожалуйста ты можешь конечно ко мне направить на всякий случай чтобы лана сам не сильно крипово себя чувствовала лана привет тебе когда будешь смотреть эту запись надеть тебе будет смешно вопрос собственно простой а как понять вот на этапе роста на во время роста компании как компании понять что пора процесс анбординга жестко структурировать у нас сейчас как бы слегка хаотично это происходит то есть мы анбордим так как анбордится но я знаю то что есть вот там в крупных компаниях специализированные процессы а б ц д пункты и так далее вот вопрос когда понять когда мне стоит в эту сторону двигаться но окей ладно хорошо перестану пытаться отвечать как светлана потому что ну не настолько много опыта у меня в онбординге но отвечу какой-то своим мнением на этот счет то есть мне кажется что он вообще по опыту в компании в которых я работал а таком вопросе начинают там точно задумываться от когда численность во-первых как когда текучка текучка называется на смена вот обновление кадрового состава происходит настолько часто настолько часто что что просто ну слишком много времени трачешь на каждый раз каждый специалист на это то есть как только вот это критическое время вырастает кажется что пора об этом задумываться но я уверен что ладно ответит лучше и давайте посмотрим получится ли у нее это сделать да давай по-моему еще раз надеюсь у нее получится лана привет почему-то я лана тебя отлично вижу прям прекрасно но я тебя не слышу почему-то а я тебя и вижу и слышу супер супер теперь я тебя слышу хорошо повторю свой вопрос как понять компании что пора вводить структурированный процесс анбординга да я уже наполовину ответил вопрос до того как поняла что меня не слышно поскольку анбординг это достаточно так далее у 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 Продолжение следует... Кажется, у нас снова технические неполадки. Видимо, очень секретный вопрос пытается узнать Антон у Светланы, и нам постоянно в самом интересном месте ответ на этот вопрос прерывается трансляция. Ну ладно, я уверен, что мы интервью это еще обязательно починим и послушаем. Давайте, раз я начал таким образом подводку к этому интервью, я поделюсь с вами еще одной байкой. И эта байка будет про то, что бэкапить можно не только, как мы это обычно делаем. Но байкап выглядит еще иногда следующим образом. Если ваш сотрудник очень часто обменивается письмами, содержащими различную документацию, может быть, это быть конструкция документации или документация на программное обеспечение, с заказчиками посредством почты. А вы при этом живете себе обычно, храните там где-нибудь в PDF или на каком-нибудь GitHub документацию, радуетесь, не сильно заморачиваясь конкретной жизнью этого специалиста, но он вел себя все в корпоративную почту и отправлял, может быть, даже лишнего иногда отправлял, вы бы его ругали, но вы его не будете ругать вот в каком случае, когда вы найдете... Антон, я тут байку рассказываю, присоединяюсь. Байкап, ты классно справляешься, спасибо. Она выглядит, в общем, прямым образом. Если этот человек после какого-то времени настолько много отправляет документации по работе по своим продуктам наружу, то его почта внезапно может стать самым просто максимально полной не только историей изменений, но и вообще фактически полной комплектом документов. Иногда даже конструкторских полных, там в моей тусовке приборостроителей такое тоже бывает, что там один из каких-нибудь менеджеров может у себя в почте собрать фактически полное КДН изделие, и после этого его почту можно использовать просто как папку, ну, то есть взять ее, отдать на стороннее производство, и по этой папке произведут продукцию этой компании. В общем, короче, не всегда ругайте людей за отправку. Понятно, что подпишитесь с ними, нужны документы о том, что можно отправлять, что нельзя, но вот такого рода бывает. Антон, ну, в целом, давай мы-то раз с тобой поговорим, я байку рассказал, если вдруг у тебя есть какие-то байки в стиле таких, давай поделись, или попробуем поинтервьюироваться еще, если хочешь. Слушай, байка прикольная, то, что я на эту канфу пока еще не стал докладчиком, я выиграл билет, потому что запостил, как я, ну, сфотографировался там, на Team LeadConf была такая тема, то, что фоткались преступления против знаний, и я там занял второе место, и как раз таки у меня была тема, мое преступление против знаний заключалось в том, что я храню документацию к API в виде 10 сообщений в Telegram, и, собственно, интересная байка в том, что даже несмотря на то, что я понял, что это мое преступление, я не перестал так делать, буквально вчера я разработчику кидал сообщение, где, типа, вот, пост, адрес запроса, бади его, и все, вот так вот. И каждый раз, когда я это делаю, мне каждый раз слегка смешно, потому что я, да, 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 краска света была со сотрудниками. У нас на тебя дело есть, у нас на тебя есть дело, мы это тебя помним, да. Полиция знаний, на самом деле, очень страшная история такая, мы ее придумали специально, чтобы пугать людей, пугать сообщество тем, что, то есть люди бы опасались, что есть такая сила, которая борется вот с нарушениями в этой области, мне кажется, стенд на Team Lead в контент получился просто офигительно, я рад, что ты принял там участие, тем больше, что ты получил билет, смотри, носок ты получил билет, ты мог прям в центре конференции, понимаешь, без этого, ну, а где бы ты был без этого, вот этого стендового, понимаешь, да. Но, соответственно, меня тут сообщают, что ладно, снова готово, на всякий случай тебе предвижу задать другой вопрос, задать другой вопрос на всякий случай. А, хорошо, хорошо, конечно, конечно, никаких проблем. Смотри, Лан, мы с тобой когда как-то как-то разговаривали, не помню, в каком контексте, ты рассказывал про такое понятие, как культура обмена знаниями. А что такое культура обмена знаниями? Есть какое-то определение у этого понятия? Надеюсь, в этот раз связь нас не подведет. Надеюсь, а то отвечать третий раз на, когда стоит делать адбординг, это практически противоречит правилам управления знаний. Да. Про обмен знаниями, это прям более тяжелый вопрос, чем вопрос про когда делать адбординг, потому что, на самом деле, мы все очень часто начинаем с обратного, когда мы пытаемся построить себе процесс управления знаниями, мы начинаем с инструментов, как нам лучше, в чем это делать, в чем будет удобнее, какая должна быть функциональность. Мы, в общем, наверное, этим грешим не только в управлении знаниями, а много в чем, во многих процессах. Культура обмена знаниями – это часть инженерной культуры, какой-то корпоративной культуры, которая тоже достаточно такая эфемерная, абстрактная вещь, наверное, которую сложно пощупать. Но она как бы без остальной инженерной культуры, наверное, невозможна. Это какие-то правила гены общие, принятые в компании, как мы делаем и как мы не делаем. Но если пытаться ее выделить изнутри вот этого широкого понятия в целом корпоративной культуры, наверное, это какая-то разделяемая ценность того, что знания не нужно сосредотачивать в командах. Если ты сделал что-то, как тебе кажется, хорошее или даже если ты сделал что-то не очень хорошее и нашел какую-то проблему в своем коде или в своей системе, в своем сервисе, то ты должен этим поделиться. У тебя должна быть привитая в ходе анбординга или на найме проверенная в процессе найма, да, то есть ты нанял уже людей с разделяемыми ценностями и поощряемая руководством обязательно, без этого вообще никак, потому что если руководство не разделяет какую-то ценность, будь то культура обмена знаниями или что-то другое, то как бы это все не так хорошо прививается. И разделяемая, соответственно, руководителями ценность того, что ты чем-то поделился и тем самым сделал какие-то процессы прозрачнее. Вот, наверное, я бы так это определила. Я понял, спасибо. Ответ получился достаточно развернутый, я сейчас в голове у себя его перерабатываю. Но есть какие-то критерии у этой культуры обмена знанием? Она может быть эффективной, неэффективной или полезной, бесполезной? Какое-то вообще, может быть, не знаю, средство, способ оценки культуры обмена знаниями в компании, в команде или где угодно? Оценка – это вообще большая боль процессов таких, как управление знаниями, в силу того, что обычно они не несут за собой зимой конвертации в деньги. То есть ты, если ты, не знаю, там, сделал продажи продукт, тебе гораздо проще, наверное, инвестируйте в денежный эквивалент или даже в случае с культурами, знаниями, вообще с управлением знаниями. Стать в деньгах или в часах не так легко, потому что на многократное, там, вхождение одного человека к другому… Я тебя слышу. Да, сейчас слышу, часть фразы пропала, но пока я контекст не потерял, так что в порядке, продолжай. Надеюсь, все остальные тоже не потеряли контекст, но да, примерно я веду к идее о том, что измерить эффективность культуры или обмена знаниями очень сложно. В основном это все-таки ощущения и экспертные оценки, да, то есть поскольку оно затрагивает очень много процессов в компании и много команд, то, наверное, самый лучший способ в данном случае измерить – это просто опрашивать людей, да, ну, то есть любые культурные маркеры – это через только открытые какие-то интервью, опросы. Ну, то есть если компания на постоянной основе проводит какие-нибудь опросы удовлетворенности, а крупные компании это делают, неплохо было бы, если бы там был какой-нибудь вопрос про насколько вы чувствуете, что вам легко добывать информацию. Есть хорошее исследование на эту тему, как раз я потом где-нибудь поделюсь тем, кому интересно, но те, кто совсем интересуется, наверняка знают. «Workplace productivity report» – одно из таких крупных ресерч-компаний, они как раз задавали такой вопрос. Сколько времени там в день, в неделю, в месяц вы тратите на то, чтобы добыть информацию, нужную вам для решения задачи. Не на само решение задачи, а на то, чтобы добыть информацию. И это доходило там до, у некоторых лет, 12 часов в неделю, то есть несколько рабочих дней, простое сотрудников. Да, понятно, это все, ну, они как бы могут переключаться между задачами, разумеется, но даже если это вот в чистом виде считать, 12 часов в неделю, умножайте на количество ваших сотрудников. Ну, и с процессом работы это время немножко сокращается, потому что ты просто начинаешь цепочки быстрее выстраивать. Так, это можно спросить вот у этого парня, наверное, он знает. Или там, то есть цепочка сокращается, но, тем не менее, распутывание все равно имеет место. Соответственно, есть целый репорт, да, на эту тему, как померить в часах, но я бы от этого сдержалась, больше ориентировалась на то, чтобы ощущения людей узнавать, да. Я понял, ну, в целом понятно, то есть мы базируемся, отталкиваемся от обратной связи, вот, то есть какая обратная связь у нас от нашей группы исходит, так мы понимаем, эффективна у нас культура обмена знаний или нет. В целом, довольно-таки просто, правда, тяжело измеримая, но найти подход к этому можно. А расскажи, пожалуйста, как так получилось, то, что ты попала в ПК, но у Лишкомф, и более того, в прошлом году ты была руководителем этого ПК, насколько я понял. Да, все так, я руководила программным комитетом, но вообще собирала текущий состав программного комитета, он в этом году немножко обновился, но такой самый костяк нашего изначального ПК он остался. И как так получилось, это хороший вопрос. На самом деле, по какой-то причине это зародилось больше в сообществе техписов, вообще вся эта идея, что нужно проводить какую-то конференцию связанную, ну, наверное, это все-таки пошло от документации, потому что это как один из аспектов, ну, наверное, самый в сфере управления знанием. Он более всем понятен, хоть это и далеко не управление знанием, но поскольку мы, вот так вышло, что это зародилась вся идея этого, что нужна какая-то конфа в сообществе техписов, но Олегу Бунину, как бы, логично было бы пойти к человеку, который в этом разбирается, он говорил, что документация, она никому не интересна, потому что кроме вас техписов, в общем, ей никто не озабочивается. В такой формулировке. Документация, ну, что-то скучное. Нужно что-то шире, что-то, что затронет прям вот боли людей. Да, да, типа, ну, не пишем и нормально. Нужно было что-то более широкое, чем документация, что реально затрагивает боль прям у разных групп, и у темлидов, и у аналитиков, и у просто, и у разработчиков разных видов, и у техписов тех же самых. Ну, просто люди, которые восполняют вот эти пробелы знаний, наверное, здесь выступили просто самыми активными ребятами. В общем, это зародилось как идея в сообществе этихписов, а потом Олег превратил это в более крутую идею, и в его, то есть, так оказалось, что у него это тоже лично болит, да, у самого Онтика это тоже актуальная проблема, очень эксклюзивная информация, ну, то есть, там же для компании, которая занимается, ну, медиа, информацией, это еще более актуальная, наверное, история, чем для компании, которая занимается какими-то продуктами или нефтью или финансами, потому что там все знание, собственно говоря, весь бизнес построен только на них, на каких-то уникальных вещах, на процессах. Вот, поэтому, да, так сложилось, что было желание снизу, и было какое-то желание упаковать это и представить, была вера вот в эту всю штуку у Олега, и он позвонил мне в какой-то момент и сказал, не хочешь ли попробовать сделать конференцию, а потом я нашла еще классных ребят, таких как Костя, например, которого я сейчас вижу, которые тоже эту тему болит. Ну, у вас получилось классно. Спасибо. У вас получилось классно, спасибо большое. Ты очень нам в этом помогаешь. Крутое интервью, я иногда дополнял тебя, чуть-чуть подключал, Антон, в общем, было классно, на самом деле, мы в следующем году еще веселее сделаем. Вот, соответственно, всем спасибо. Спасибо вам за интервью, вы отлично поговорили, мне кажется, я был во всех ролях, мне понравилось. Вы тоже были молодцы, да. Соответственно, переходим дальше. Продолжение следует...